Девушки отдыхают Раз, два, а, отлично Ура, ну что ж, всем здравствуйте, всех поздравляю с весной И перед тем, как начать наше мероприятие Хочу поздравить нашу дорогую Ирочку Ковалеву с днем рождения Ну что ж, теперь мы приступим к официальной части нашего мероприятия Я с огромным удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя Известный российский журналист, политолог, публицист, радиоведущий, блогер Армен Каспарян Ваше выступительное слово Здравствуйте, дорогие друзья Мне безмерно приятно быть сегодня в Крыму Который воссоединился с Россией Я многократно говорил сегодня в интервью Что я не верю, что доживу до того дня, когда Крым вернется в свою историческую гавань В состав Российской Федерации Мне казалось, что и мое поколение, и те, кто помладше меня, тоже этого не увидят Тем больше был для нас, для всех в России Миг счастья вечером 16 марта Когда показали первые предварительные данные плебисыта в Крыму И мне кажется, что будет справедливо, если со временем в России будет перенесен знаменитый наш праздник День России с 12 июня на 16 марта Потому что наряду с 9 мая Это тот самый день, когда русская государственность получила еще один важнейший идеологический фундамент Поэтому я хотел бы поздравить с этим вас всех Готов ответить на все вопросы максимально честно и откровенно Так как могу Я думаю, да, мы сегодня построим нашу беседу в формате диалога Потому что, мне кажется, нашему гостю тоже интересно услышать обратную связь А в качестве призов за лучшие вопросы у нас вот такие замечательные диски Армен, расскажите, что это за диски? Этот год у нас юбилейный 100 лет Великой войне, Первой мировой В прошлом году ради у компании «Голос России» по заказу Россотрудничества Под моей редакцией делала вот такой вот диск Великое и неизвестное На четырех языках 15 глав, почти полная история Участия России в Первой мировой войне С выше 200 фотографий, интервью Ну, в общем, масса всего для тех, кто хочет узнать Что же это такое военные усилия Российской империи Во Второй Отечественной войне Вторая, потому что первая была война с Наполеоном Вот, тогда давайте вопросы Юля, наверное, будет модератором Наверное, да Готовы вопросы снимать? Пожалуйста О, у нас шесть первых вопросов, правда? Здравствуйте, это Санкт-Петербургское землячество Крыма Во-первых, я хочу вас поблагодарить, потому что вы оказались первым, кто поднял вот это знаменитое голосование Дождь телеканала по поводу блокады Ленинграда Так вот, я хочу поблагодарить вас и землячество Спасибо Где-то продолжение того, что вы сделали Ну, у меня вопрос будет, который и касается Крыма Вы знаете выступление Эрдогана Вы знаете печальная дата, которая была отмечена Вы можете ответить, это что, уже пошла подвижка в турецком обществе Или это пока только так, политическое заявление? Мне представляется, что это политическое заявление Не более чем условно обозначенное, возможно, когда-то на дальнесрочную перспективу истории Потому что понятно, что, например, турецкий политический бомонд не готов к такому повороту событий Это совершенно очевидно Это, кстати говоря, вот еще раз к вопросу о могуществе и влиятельности Соединенных Штатов Америки Которые, в свою очередь, эту историю признают Но продавить позицию Турции Ни они, ни топовые персоны политические в Европейском Союзе не могут Поэтому мне представляется, что это и дальше будет в таком вот вяло текущем режиме Здравствуйте, Армен Цубатович Можно, без отчества Добро пожаловать в Крым, теперь в Российский Крым Здравствуйте все Вы знаете, я свой вопрос хотел бы построить в такой форме Две минуты углубиться в историю, только немножко глубже, чем в историю русской славы В 15 веке на территории Крыма было такое территориальное образование, как княжество Феодора У этого княжества был определенного рода конфликт с находившимися здесь генуэскими колониями, которые назывались капитанство Готия Углубившись в историю, я скажу, что там они делили крепость Чимбала, которая находится сегодня на территории современной Балаклавы Так вот, технология, скажем так, перехода этой крепости Чимбала от генуэсов к Феодоро, возможно, имеет признаки того, как Крым перешел к Российской Федерации Я вот бы хотел спросить у вас, там произошло что? Этот город исторически принадлежал Феодоро, однако генуэсы им завладели, но на территории города проживали греки Греки, которые этнически принадлежали к Феодоро, и вот они недовольны политикой местной власти и, грубо говоря, подзуживаемый князем Алексеем, тогда такое правило Перешли, грубо говоря, правили плебисцит и перешло этот город Чимбала в состав княжства Феодоро Я хотел спросить у вас, как вы считаете, возможно ли такие исторические параллели между этой ситуацией и тем, что совершилось в Крыму, и не доживю ли это маленькое спустя 600 лет на территории Крыма? Спасибо большое Спасибо за вопрос Я хотел бы сразу обозначить ключевой момент Крым не перешел в состав Российской Федерации, Крым возвратился Это принципиально большая разница, потому что надо понимать, что Крым был в составе Украинской Советской Социалистической Республики только с времен Хрущева Всю остальную историю Крым в составе Российской Империи или в составе Советского Союза, Крым находился в составе России Это принципиально важный момент Исторических параллелей на самом деле по поводу Крыма привели с добрый десяток Все они, по сути дела, неуместны Потому что то чудо, а это иначе как чудом назвать нельзя На мой взгляд, все произошедшее с 20 февраля по 16 марта Не имеет аналогов мировой истории Здесь мы можем говорить о том, что 23 года народ Крыма мечтал вернуться Мечтал воссоединиться с Россией И это произошло Никогда в мировой истории такого длительного процесса не было Поэтому те спекуляции, которые делают ряд либеральных журналистов По поводу того, что это аналог Аншлюса Австрии, Судет и все прочее Это прежде всего демонстрирует историческую неграмотность Там все это делалось по-другому Потому что если опять же почитать некоторых людей Причем не только там либералов российских, но и политиков в Крыму То вот вас здесь всех не существует Потому что существуют только все агенты ФСБ, ГРУ Некоторые почему-то все это называют НКВД Я не знаю, время, наверное, вспять пошло Но к этому нельзя относиться серьезно То, что произошло, это явление, которое еще только предстоит осмыслить Причем мне представляется, что осмыслять это должны будут наши потомки Как сказал в свое время вице-канцлер Бестужев Мне хотелось бы, чтобы о моих делах судили потомки, а не современники У нас уже записки Давайте, а, ну хорошо, давайте, Олег, вопрос, потом записку Олег Широков, я хотел спросить Вот, вы знаете, в последнее время наблюдается такая интересная тенденция Вот какие-то события в Крыму происходят, допустим, с его историей С отключением воды И вот на многих российских телеканалах Приглашают, так сказать, в кавычках каких-то экспертов Ну, видимо, каких-то своих местных, которые заявили о том, что они в этом разбираются И они иногда, ну, такие глупости говорят о Крыме Вот как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы информация поступала? Какие глупости-то вы озвучите? Ну, я не хочу сейчас уже там, значит, вдаваться в детали Допустим, по поводу воды Человек совершенно не знает, что, допустим, это же Ялта или Алушта Снабжаются, допустим, водой из своих местных водохранителей Сейчас они начинают рассказывать там вот по поводу, что вот Отключили воду, все, там будет в Крыму засуха и так далее Ну, так условно говорить Вот что уже сделать для того, чтобы они где-то брали специалистов Чтобы они нас с вами приглашали, да? Да, в том числе Спасибо Это, на самом деле, конечно, комплексная проблема Потому что, действительно, великое множество экспертов по никаким вопросам Которые обожают делать заявления Все это хорошо описано у Михаила Фанасьевича Булгакова Собачье сердце Ну, мне кажется, что во многом это, конечно Процесс скоро изменится Потому что до недавнего времени Представление о Крыме было как о ближнем зарубежье Как о родном, но все равно зарубежье То сейчас представление начнет меняться Потому что это составная часть Российской Федерации И, конечно, изучение текущей политической, социальной, исторической, культурологической Какой угодно ситуации в Крыму будет уже на другом уровне Просто должно там еще пару недель пройти Вот у меня вопрос такой, Армен Значит, ну, эйфория по поводу Вот вы говорите чудо, да? На самом деле я вот иногда в разговорах со своими коллегами Опускаю их на землю И говорю о том, что это чудо Случилось именно благодаря сочетаниям двух факторов Первый фактор – это очень слабая власть в Украине И второй фактор – это очень сильная власть в России Если бы не было этих двух факторов И какой бы референт, на мой взгляд Ну, он не привел бы к такому исходу По крайней мере, он бы мог привести к худшему варианту, к насилию Спасибо Так в этом и есть чудо Совпадение двух невозможных априори факторов Потому что если сильная власть в России Это условно доминанты текущей политики То вот то, что мы увидели, начиная с ноября в Киеве Не мог прогнозировать никто Это чудо Хотелось бы услышать вашу интерпретацию событий 1944 года А именно депортации некоторых народов Крыма Алексея То, что произошло тогда в Крыму Нельзя, что называется, выдергивать из общей политической ситуации В Советском Союзе на то время Потому что вы все знаете прекрасно Что были также депортированы народы Северного Кавказа Это трагедия нашей истории Никто никогда не говорил из серьезных, вменяемых политиков, публицистов Что так и надо было сделать Это первое Второе То, что Владимир Владимирович Путин подписал указ о реабилитации Пострадавших тогда при депортации народов Крыма Надо понимать, что под реабилитацию не попадают люди Совершившие преступления против человечества То есть, условно говоря, это не стопроцентная по списку абсолютно всех реабилитация Люди, совершившие преступления в составе, например, шутс-мандшафт батальонов Это совершенно отдельная история Рассматриваться она будет совершенно отдельно Мое личное отношение к депортации Безусловно, это трагедия Но надо, опять же, когда мы говорим про депортации в Крыму Понимать, что были депортированы не только представители крымско-татарского народа Были греки, были венгры, были немцы, были армяне Было много кого Это драма, к сожалению, да, в нашей истории такие вещи были И мы честно и откровенно это признаем Мы не отрицаем эту скорбную историю Наоборот, стараемся о ней говорить Чтобы подобное больше никогда не могло повториться Потому что, опять же, повторю Нельзя строить будущее, если ты не делаешь правильных выводов из своего прошлого И еще хуже, если ты не знаешь и не понимаешь его Вопрос более, там, касающийся современности Как вы относитесь к назначению нового посла США в России? Наверное, Джонат Эфтен, да, имеется в виду Да пока никак не отношусь Пока он еще ничего такого замечательного не успел Ну, наверное, вопрос, в чем тенденция То есть, есть ли какая-то тенденция, изоляция Я думаю, вот об этом Санкции Да мне кажется, что Я сегодня об этом говорил уже, да Что большая часть этих санкций Это, знаете, как вот у Дюма Перевесть Портоса, она блестит вот здесь А сзади это обычная тряпка Потому что, ну, как относиться к заявлениям, там, Европейского Союза О том, что под санкции должны попасть Генеральный директор Международного информационного агентства России сегодня Дмитрий Константинович Киселев И, соответственно, все сотрудники У меня вот вопрос возникает к Европейской комиссии Смотрите, а вот уборщицы, экспедиторы, сотрудники, там, технического блока Они тоже, вот, виноваты в чем-то? Или просто ты виноват, что хочется мне кушать? Поэтому это и дальше будет такое запугивание До момента, как вот, мне кажется, пока окончательно не рухнет Вся эта безумная авантюра в Киеве Потому что потом надо будет уже каким-то образом Сдерживать тенденции в Восточной Европе Потому что плохо не то, что рушится украинская государственность Плохо то, что на Украине, по сути дела, может начаться гражданская война В ее самом страшном проявлении Потому что именно гражданская война на Украине в 1918-1919 году Это самое страшное, что было вообще за вторую русскую смуду Потому что здесь воевали все против всех И вот этот момент лучше бы Вашингтон учитывал при рассуждениях о санкциях и о всем прочем Потому что когда людям начинают раздавать оружие Когда говорят о том, что на 6 миллионов русскоязычных сограждан надо скидывать ядерную бомбу Когда говорят о том, что всех кацапов, извините за цитату, надо расстреливать То вот об этом надо думать, а не о санкциях Но Америка не очень любит, к сожалению, извлекать И вернее наживать моральный капитал на собственных неудачах Ну может быть история рухнувшего Майдана Которая гарантированно почти погребет под собой украинскую государственность Заставит этих людей одуматься и понять Что вообще происходит на постсоветском пространстве Ну хорошо, а что касается санкций экономических Насколько они угрожающие? Ну вот санкции экономические, давайте разберем Значит, вот говорят, надо ограничить поток туристов в Европейский союз из России Прекрасная мысль, очень здравая Значит, эта статистика сейчас будет европейская Значит, по европейским данным, за летний сезон 2014 года Туристы из России собирались оставить в Европе 50 миллиардов евро Ну вводите санкции, этих денег не будет Напоминаем, что в Европе не все в порядке с экономикой Напоминаем, что европейские тяжеловесы, например, Германия Открыто заявляют о том, что им надоело тянуть на себе хомут в лице Португалии, Италии, Болгарии, Румынии, Греции Ну и теперь вот еще вот подарок в виде Киева Потому что вот сегодня, пока ехали сюда, прочитали, что теперь Иценюк будет судиться с Газпромом Правда, к сожалению, не уточнено Где? Ну, может быть, уже, наверное, в ГАГском сразу трибунале Поэтому все эти санкции, это скорее такая бумажная возня Они могут признавать или не признавать чего угодно Все было бы хорошо и правильно Но когда Российская Федерация говорила Господа европейцы, господа американцы, подумайте Что в случае с Косово вы создаете очень опасный прецедент Который потом вам вернется Никто слушать не хотел Пожалуйста, ровно это произошло Только с разницей в том, что Крым проголосовал добровольно Не под дулами автоматов, не под танками и не под десантными операциями А в Косово известно, как это все происходило До сих пор ГАГский трибунал пытается разобраться с продажей органов С похищениями людей, с массовыми убийствами и этническими зачистками Вот классический результат Поэтому о санкциях, мне кажется, не говорить нужно А европейцам серьезно задуматься Почему могут привести прежде всего для них эти санкции Потому что если бы хоть один человек из тех, кто призывает на Россию Натравить вот этот санкционный инструментарий Знал бы нашу историю, он бы этого делать не стал Потому что российское общество и российское государство построено таким образом Что всегда, когда нам плохо, мы делаем гигантский рывок вперед Это и есть мировая история Мы побеждали в войне, в которой выиграть нам было невероятно тяжело Мы это сделали в 45-м году Поэтому этот урок многие просто забыли К сожалению, к огромному Мне казалось, что в Европе все-таки гораздо больше адекватных и думающих людей Очевидно, я ошибся Вы знаете, не знаю, как у вас У меня вообще складывается впечатление, что вот уровень их знаний О таких экспертов, он катастрофически низкий То есть они просто не представляют себе ситуацию на постсоветском пространстве, так? Ну потому что для того, чтобы ее представлять Надо понимать, что такое менталитет народа Понять менталитет народа можно, когда ты в него, собственно говоря, погружен Если ты сидишь в уютном кресле где-нибудь в Вашингтоне То тебе проблемы Крыма очень тяжелые для понимания Потому что у меня вопрос, что там с этим Крымом, что это такое там? Где это вообще? О чем тут разговор? Все, ввести войска, чтобы душить Но они что-то не понимают, что это такое Это то же самое, кстати, у очень многих европейцев Понимаете, что такое Украина, они понимают Немцы понимают, что такое Крым А вот, например, французы не очень это все понимают Вот для них это непонятно Хотя французы тоже здесь повоевали в 19 столетии Но это же давно было Все, память притубилась Непонятно, что это Поэтому, конечно, легко давать советы Легко грозить Ну, дальше-то что? Все описано у Ильфа и Петрова В знаменитых филитонах Легко грозить из-за угла с подосочным кулачком Лидия Михайловна, Крымская У меня к вам три вопроса Как к специалисту по военным вопросам Вопрос первый Как вы оцениваете ситуацию на Юго-Востоке? Может ли быть развитие событий, которое приведет к войне? К войне между, допустим, Россией и Украиной и к мировой войне? И также еще два вопроса, которые меня интересуют Первый вопрос В США, даже в среде, я не говорю про американцев А даже в среде русских эмигрантов Бытует мнение, что без помощи США и Третьего фронта СССР никогда бы не выиграл войну с Гитлером Вот я хотела бы, чтобы вы это прокомментировали И второй вопрос После революции 1917 года многие русские офицеры стрелялись Страдали в эмиграции И бытует такое мнение тоже вот среди эмигрантов Что они делали это, прежде всего, потому, что лишили своих материальных благ на Родине А не самой Родиной Спасибо Спасибо Давайте по... Да, начнем с Юго-Востока Значит, на сегодняшний день сценарий, конечно, самый тяжелый Это правда Мне кажется, что чем больше господин Коломойский будет отправлять десанты отморозков из правого сектора На Юго-Восток Украины, тем быстрее там события пойдут по самому тяжкому сценарию То есть, фактически, по сюжету гражданской войны Что не хотела? Говорить о том, что Россия будет воевать с Украиной? Россия не будет воевать с Украиной Никто не допустит Войны между двумя братскими народами Другой вопрос, что... О чем забывают на Украине? Что если здесь начнется гражданская война, то, конечно, сюда будут отправлены миротворцы, в том числе российские войска Это правда А потом, понимаете, говорить о войне России и Украины Ну, можно было бы, конечно Гипотетически, в мире все возможно Но вот давайте откроем просто новостные ленты И посмотрим, что это вообще такое Значит День первый Министерство внутренних дел обращается к гражданам Помогите, кто чем может Попали под поезд чудом, выжили Теперь здесь, значит, на вокзале побираемся Нужно Прибор ночнул видение Автоматическое оружие Каски Банно-брачные принадлежности День второй Трагедия на западе Украины В воду упала ракетная установка ГРАД Погибли двое военнослужащих Еще боевых действий нет Уже люди гибнут Падают, значит, установки ГРАД День третий При попытке взлета Взрывается вертолет с полным боекомплектом Ну, слушайте, это что за уровень армии вообще? До какого состояния надо было довести вооруженные силы страны всем этим людям? Это потом выступает бывший, кстати говоря, вот до недавнего времени, я запамятовал его фамилию, представитель президента Украины в Крыму Куницкий Да, пару недель назад выступал в Киеве, я с удовольствием слушал Ну, песня о Небелунгах Значит, что мы хотим от армии, весь флот, поголовные предатели, все перешли на сторону России Пока я, значит, пытался сфокусироваться на вот этой вот тираде, он делает второе замечательное предложение А это, говорит, еще наша армия не вступала в бой, там тоже одни предатели, еще неизвестно, что произойдет Ну, а кто в этом виноват? Ну, это что, Путин, я не знаю, там, Киселев с Гаспаряном развратили вооруженные силы до такого состояния? Ну, о какой войне может идти речь? Если, да, еще мирное время, у вас гибнут люди, армию нечем, армию отправляют на штурм в Славянск Люди переходят на сторону, говорят, слушайте, покормить нас, нас на 4 дня не кормили Ну, это что вообще такое? Ну, советская армия в 41-м году, тяжелейшие удары, постоянная армия в кольце, разгром кадра Такого не было, здесь мирное время, просто издевательство над армией Ну, это любому человеку на это больно смотреть Второй вопрос, по поводу того, победили мы с помощью ленд-лиза и открытия второго фронта Значит, давайте вспомним, во-первых, когда был открыт второй фронт Во-вторых, каким образом он был открыт, об этом наша эмиграция, она, кстати, опять монархическая То есть, понимаете, этот круг истории замкнулся 17-й год уехали монархисты, сейчас, 2014-й опять, все, поголовная монархия Единственное, я только пойму, кого они собираются на трон сажать Все это напоминает, помните, старый советский фильм «Корона Российской империи» Или снова не уловим, там, два претендента на престол, вот сегодня, как выяснить, друг с другом не могли эти обстоятельства Конечно, помогали союзники, только давайте не будем забывать, что наши с вами отцы и деды Заплатили за разгром нацизма не ящиками с тушенкой и не шинелями А заплатили бесценными 27 миллионами человеческих жизней Что матери истории более ценно Наши жизни, наших с вами отцов, дедов, матерей, бабушек Или вот этого И, наконец, третий вопрос По поводу того, почему стрелялись русские офицеры Не из-за благ, а из-за родины Чепелева Анна, школа журналистики «Заметка» Дело в том, что мы изучали совершенно другую историю Вот я, как девятиклассник, говорю, что я фактически пропустила историю 20 века Переходя сейчас в 10 класс Будут ли какие-то специальные программы для учеников бывших, крымских школ? Сейчас, секундочку, Анечка Вы имеете в виду по линии Министерства образования Российской Федерации? Мне представляется, что да, будут Я вернусь завтра в Москву, я свяжусь с сотрудниками Министерства Постараюсь узнать, что конкретно будет делать Потому что мы понимаем на самом деле глубину проблем Потому что не далее как Сегодня у нас понедельник, да? Не далее как вчера я послушал, как преподавалась история в одной школах И, конечно, я был под большим впечатлением Это богато Так вот, я еще не встречал таких трактовок истории Поэтому надеемся, что да, будут Своей стороны Могу посоветовать сайт истории РФ Да, сайт Российского военно-исторического общества Там по очень многим ключевым событиям Выкладываются видео лекции Ведущих российских историков Очень все познавательно Достаточно легким языком Поэтому Это вот, что называется, патентованный товар И еще один вопрос Дело в том, что среди историков Среди политологов пытают мнение, что вот Украина потеряла Крым Следующая отойдет Восточная Украина И Запад отойдет к Европе А Восток к России Какое ваше отношение к такому мнению? К такой теории? Да это не теория, к сожалению Это уже суровые будни Украины 21 века Другой вопрос, что Вы же понимаете Что здесь не все так просто Да, вот говорите Запад отойдет к Европе А зачем он ей нужен? С этими со всеми проблемами Потому что, ну вот Две недели назад уже Я открываю, значит, ведущие украинские новостные сайты Читаю, все, приплыли Значит, Львовская область На грани катастрофы Там написано было И мне хотелось спросить А виноват-то в этом кто? Вот какая неожиданность Да, что вот опять Нету в бюджете день Вы пять месяцев Ничего не делаете Вы только штурмуете мэрии Кто не скачет, тот Москаль Коммуняк и Многиляк Никто не работает Пять западных областей Кто в этом виноват? Единственное, вот Нет, вру, работают, значит Торжественно Был устроен торжественный прием В Финницкой области Какой-то ветеран УПА Из Крыма Уехал, сказал Не буду лежать с предателем в одной земле Целую неделю торжества проходили Видный сын Украины Вместо того, чтобы работать, все Теперь, значит Вот есть повод-то ничего не делать Ну и вчера, вот Опять же, парад вышиванок Месяц готовились Зачем работать Поэтому, к сожалению Это огромная проблема Запад еще не очень понимает Что это такое Особенно Учитывая, что Первый, кто под это дело попадает Это Польша То есть Тут еще как-то можно Пытаться Запад Украины Сдерживать Хоть как-нибудь При таком раскладе Нету Один на один Опять, там ситуация С 30-х годов Со всеми текающими последствиями И все вот эти вот Отморозки из правого сектора Они оказываются Уже на западе Украины Кому они Нужны-то будут На востоке Никому Только туда Путь А это означает террор Потому что они С оружием все Ну то есть Полностью моделируется Ситуация 30-х годов Зачем Польши нужно К сожалению Вот так вот все складывается Политики Майдана Оказались не политиками Потому что Стратег должен Предвидеть на 2 года Вперед Тут не удосужились Даже прочитать Краткий курс Истории Украины В изложении Для школьников Ну хотя бы там 8-го класса Средних школ Даже все вместе Не оценили По отдельности Понятно По отдельности Их выступления Вообще Чудовищно Совершенно Воспринимаются Что там Кличко Ну тягни бог Это вообще Отдельная песня Что Госпожи Ну это Понимаете Это не политика Это драматургия Я один раз В жизни Я с ней беседовал Она перед каждым Предложением Делала такие паузы Что Станиславский Наверное Вращался На том свете В гробу От восторга Там Там такая Динамика В голос Такая экспресс Самое главное Что она Говорила спокойно Потом что-то Ей там попало В голову Она обозвала Меня Москалякой Под люка Депутатом Я считала Вчера Вчера В Донецкой области Главный Единственный Лозунг Донбасс Крым Россия Ну это показатель Я считаю Почему старый Российский Друг Китай Как-то Никак Не поддерживает Россию В этой ситуации С Украиной Все-таки США Задумались Я не считаю Что мы Настолько Немощные Что Нас Надо Поддерживать Что Мы Упадем Не сделаем Шаг Вперед Мы Заикаемся Что-то Не можем Россия Нравится Кому-то Это Или Нет Это Великая Держава С точки Зрения Понимания Что Означает Это Определение Россия Это Серьезный Геополитический Игрок Поддерживают Нас Или Нет Принципиально Не важно Важно Что Россия Имеет Свою Политику И она Последовательно В ее Решение И Продвижение Своих Стратегических И национальных Интересов На Международной Арене Где Можно Приобрести Ваши Книги А уже Не надо Ничего Приобретать Все Украдено До Нас Абсолютно Все Книги В Интернете Есть Причем В самых Разных Форматах От PDF Причем Уже Даже Заботливо Сделано Так Что Можно Скопировать Весь Текст До Мобильных Приложений Все На Любых Ресурсах Достат 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 Ничего Прият Достат 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 А что касается книги про Крым и вежливых людей, вы знаете, эту книгу должен, наверное, написать крымский журналист, человек, который присутствовал при всех этих событиях, был участником и держал руку на пульсе событий. Я наблюдал за всем этим из Москвы, у меня было свое отношение к всему этому процессу. Естественно, что я каждый день общался с теми своими коллегами и друзьями, кто приезжал к вам по тому или иному поводу и знал, конечно, сильно больше, чем, условно, какой-нибудь обыватель, но книгу такого рода должен все-таки написать человек более компетентный. Ну, а я могу предисловие написать. Или послесловие, или аннотацию статистую. Вот аннотация у меня должна хорошо получиться. Вячеслав Мартынов, скажите, вот мы начали беседу с того, что выявили, что произошло чудо благодаря двум факторам, которые сыграли основную роль. Это слабая власть на Украине и сильная власть в России. Давайте предположим, не дай бог, конечно, но всякое может быть, что произойдет такой же момент, только игроки поменяются местами. Когда-нибудь, спустя какое-то длительное время на Украине придет сильная власть, а в России так сложится, и так бывало уже не раз, когда придет слабый руководитель страны. Возможно ли тогда переход Крыма в Украину, и тогда украинские политологи скажут, что она возвратилась в состав Украины. В родную пристань. Да, в родную пристань. И что тогда ожидает крымчан, и что вообще в геополитическом плане изменится, это ваше мнение. Спасибо. Значит, пять, по-моему, президентов было за историю Украины. Четыре, да? Не считать, но шесть. Ну вот за новейшую историю. Значит, каждый приходящий на смену говорил, так, ну сейчас мы сформируем команду сильных политиков, сейчас-то мы уже покажем. Ну да показывались, что называется. Поэтому, понимаете, политика, тем более политика сильная, она не делается на майданах под прыжки и дым покрышек. Она не делается на воплях «Бандера придет, порядок наведет». Серьезная политика делается серьезными подготовленными людьми. Из того политического спектра, который я наблюдаю на Украине, я, простите, серьезных политиков не вижу. Я вижу либо клоунов откровенных, типа Мирошниченко, ну кто-то просто еще и хам, размузданный в довершении всего, либо просто людей необразованных. Что вот, не далее, как это было-то, в пятницу, включаю я воскресный вечер с Соловьевым, выступая, запамятовал ее фамилию, депутат Верховной Рады от фракции КПУ. Да, я говорю о том, что мы должны найти консенсус с Западом и вступить с ними в гармонию. Вы понимаете, вот абсурдность ситуации, коммунист вступает в гармонию с бандеровцем. Это что за пчелы против меда? Это серьезная политика? Ну это, это какая-то очень новая тогда форма политической мысли, до которой еще человечество не дошло. Это гибкий коммунизм. Нет, это не гибкий коммунизм. Это, понимаете, это фракция Глуз Альцгеймера, в принципе. Какой же здесь гибкий? Это коммунизм никакого отношения не имеет. Ей говорят о том, что подождите, есть формула Дюрбергского военного трибунала. Так вот, ей надо было еще память просветлить, что Украина в числе организаторов была организацией объединенных наций. Это было условие Советского Союза. Даже этого не знаю. Это что, политики? Ну перестаньте, тупой еще тупее. И так во всем. Понимаете, выступает Кличко в прошлом году. И начинает долго и мудно рассуждать про то, что надо уравнивать в правах ветеранов УПА и Советской Армии. Я человек неленивый, я позвонил в Германию знакомую, говорю, слушай, скажи мне, пожалуйста, что будет с политиком в Германии, который скажет, а давайте мы уравняем участников покушения на Гитлера и сотрудников аппарата СС. Ну и те, и другие носили мунтиру. Он так помолчал, сказал, Сумбатыш, ну что будет, что будет, ну лет 10 будет, ну подумать. Это в Германии, да? Здесь Украина пережила тяжелейший момент во времена оккупации. Тяжелейшие жертвы понесли. Харьков три раза вообще переходил в группу без какими потерями чудовищными. Чудовищными. В Крыму на 1939 год население 639 тысяч человек за оккупацию уничтожено свыше 80. Вы понимаете вот порядок этих цифр? И вам говорят, а давайте это будем уравнивать. Ну как к нему относиться? И у них же вот все так. Вот абсолютно все заявления, они странные. Сейчас, значит, сказали, парад 9 мая в Киеве не будет. Все, это, ну это понятно, флипу Путину, соберут ветеранов в каком-то вроде кинотеатре и покажут им фильм. Вчера уже появился инсайд, что им собираются показать фильм «Неизвестная УПА». Ну, ну вот как? Ну это что, в политике? Ну, мне кажется, нет. Представим, что через десятилетия они уйдут и появится новая беседа политическая. Сильный какой-то лидер, который объединит, концентрированный. В Крымске будет. Это прекрасно. Понимаете, здесь речь идет в данном... Мы не можем сейчас говорить, что будет через десятилетие, потому что у нас с вами нет гарантии того, что украинская держава в том виде, каком она существует, не прикажет долго жить к 26 мая условно. Понимаете, а что толку делать стратегические программы, на такую вот перспективу. Потом политики не могут появиться просто ниоткуда. Должна быть среда для них. А дым по крышам и все прочее, это не питательная среда для политической мысли. Доказано, кстати говоря, Российской империи. А вот в 17-й год во всей красе пришли вот такие же, как на Майдане. Один своим декретом развалил армию, второй взял и опубликовал все документы Министерства иностранных дел. У нас нет ни от кого секретов. Отлично. Полный развал русской государственности. Вот вам, пожалуйста, ярчайший пример. Сколько там? Шесть месяцев и все. И не стало единой страны. Вот сейчас по такому же сценарию все идет. Но тем не менее, видите, это же революция породила Иосифа Сталина, которого сейчас российские граждане признали величайшим русским. Не революция породила Иосифа Сталина, а Иосиф Сталин вместе с членами РСДРП в скобочках П породил русскую революцию. Принципиально разный момент. Сталинские стахи появились в марксистской печати задолго до того, как Иосиф Джугашвили стал нарком нации. Поверьте мне. Марксизм и рабочий вопрос. Люди старшего поколения меня поправят. По-моему, марксизм и рабочий вопрос отзывался. Это, по-моему, 12-й или 13-й год. Так что нельзя говорить о том, что русская революция породила Сталина. Глава Щенка Настя, школа жирной истики «Заметка». Вот у меня назрел такой вопрос. Как Вы считаете, как будут относиться к присоединению Юго-Восточной Украины, если она таковой будет, простой русский народ? То есть не верхушка, а обычные люди. Ведь для того, чтобы восстановить экономику, промышленность, для этого потребуются деньги. А откуда их брать? Одно дело из резерва. Но не потребуется ли забрать эти деньги у обычных россиян, чтобы отдать их нам? Спасибо. Настенька, понимаете, какая штука? Вот, как Вы видите, верхушка, она и состоит из людей, в том числе по многому простых. Это первый момент. Второй момент. Вы вспомните, пожалуйста, в каком состоянии страна находилась в 1945 году. И ничего. И отстроили. И прошло немного времени, и еще и ракету в космос запустили. Ну, правда, теперь я читаю, вот опять же, там, у украинских журналистов, у коллег из Киева, о том, что это была... Сейчас, как же они это называют-то? Бездарно выигранная война и преступно восстановленная промышленность. Ну, так, преклоняюсь перед талантливыми людьми за такие формулировки. Поэтому, если произойдет так, что Юго-Восток в какой-то момент будет, что называется, одним из субъектов Российской Федерации, то, конечно, поможет. Ну, я могу сказать, что только-только, когда вот началась история с Севастополем и Симферополем, и ко мне обратились люди, деньги на самооборону, то я организовывал людей, которые переводили деньги в ежедневном режиме сюда. Поэтому я думаю, что проблемы не будут. Никогда в семье не отказываются от младшего брата. А это Малороссия. Опять же, на Украине предпочитают на Майдане, да, они не знают, что это такое Малороссия. Это тоже неожиданность для них. Для них абсолютно любой вопрос, который ты затрагиваешь, состоит в этой жизни, всегда неожиданно. Как для коммунальных служб, снег падает, зимой неожиданно. Максим Пимин, в принципе, как бы подобьем такой итог, небольшой, как я для себя подбил, да, то есть на Украине политики, в принципе, шуты, которые ничего, в принципе, для государства не делают. Когда сильные российские политики, когда вот будет, скажем так, тот итог, да, вот, то, что Крым забрала Россия, вот, и когда присоединила к себе, да, то есть мы все народным волеизъявлением присоединились к России, когда будет этот итог? Впереди я вот как предприниматель, впереди сезон. Что нам, крымчанам, которые зарабатывают на этом сезоне, что сейчас делать? Какая будет ситуация? И, как я вижу, сезон, ну, не будет таким стабильным, как обещают. Я могу вам сказать только вот свою точку зрения, да, по поводу сезона, имейте вы курортный, да, наверное? Я ежедневно слышу от самых разных людей, и мне люди в Твиттере пишут регулярно о том, что все, этим летом едем в Крым. И мне кажется, что на самом деле сейчас действительно очень многие поедут, потому что хочется всем посмотреть. Про Крым слышали все. Вот я, например, вот, если не считать сегодняшний день, да, я был в последний раз в Крыму 12 лет назад. Хотя побывал много где и много чего увидел. А представляете, да, это вот, ну, мне сейчас вот 39 будет. А есть люди, которые ни разу не были в Крыму в силу определенных обстоятельств. Есть люди, которые только вот, ну, это правда, да, которые только там 17 марта или 16 марта узнали о том, что Крым когда-то был в составе России. Есть ли такие? Конечно, им хочется посмотреть. В то же время многие люди, с которыми мы работали, они отказываются приезжать, потому что сейчас, как бы, считают, что все-таки нестабильная у нас ситуация. Ну, вот я приехал. Мне тоже говорили о том, что нестабильность тот, зачем ты едешь? Ну, коллеги некоторые говорили. Вот, а если там, да, если украинские СМИ почитать, так это вообще все, мне осталось, как Льву Толстому, бороду отрастить, а сидеть и умереть. Потому что я приехал в Крым, значит, уже я заработал три года лишения свободы по украинскому законодательству, а выступив на телевидении, добавил себе еще два. Вот сейчас выступая перед вами, еще плюс два. То есть я на семь лет заработал за один сегодняшний день. Ну, это если украинские. Мы сообщения с вами тоже. Я отсижу за всем, я как гармония спасения буду. То есть от вас от неубытки оплата. Да, абсолютно. Нормально, вы обещаете, да и обещаете. Как-то вы не будете. Я у вас еще хотел спросить, вот, чтобы вы подняли вопрос в Москве по поводу телевидения у нас в Крыму. Сейчас у нас цифровое телевидение. И у нас, когда его включили, у нас было 30 каналов, значит, с украинских. И за один день включили, у нас 30 российских появилось. Но вот сейчас я еще вопрос задавал нашему министру по информации Дмитрию Олонскому. И он сказал, ой, очень много у нас технических, мы не можем его как следует включить. А сегодня еще такая проблема возникла, что практически люди не могут видеть где-то половину каналов, потому что появляется надпись, как будто оно, значит, с них какие-то деньги требует, что мы не можете посмотреть. Я думаю, что скоро, во-первых, максимально будут представлены российские телеканалы, а во-вторых, я думаю, что появится великое множество российских радиостаций. Я просто все секреты открывать не буду, но я знаю о том, что скоро все будет хорошо. В случае вашего предыдущего ответа о колбарционистах, каково ваше отношение к современному руководству Крыма, недавним медведом прошлым, первых гауляйтеров, ныне руководителей партии «Патриоты России» и же с ними, если вы знаете их персоналия. Первого гауляйтера Крыма, это имеется в виду какой, 41-й год или современная какая-то история? Современная история. Я просто сегодня услышал слово «гауляйтер» по отношению к депутату Коммунистической партии Украины. Это вот он имеется в виду? Ладно, вопрос снят, видимо, мы не в курсе пока что современного крымского политикума. Следующий вопрос. Уважаемый Артемен, в преддверии празднования Победы и Великой Отечественной войны еще больше говорят о победе как о символе истории, о национальной идее России. В чем же подлинная национальная идея нашей Великой России? Ну, опять же, люди старшего поколения вспомнят то, что была такая песня. Врагу никогда не добиться, чтобы склонилась твоя голова. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Вот, если совсем утрирован, то вот это вот была национальная идея, в том числе в годы Великой Отечественной войны. Да, война не имела аналогов, потому что нас шли уничтожать. В общем, документы по этому поводу многократно известны, озвучивались всем, кем только можно. Очень глупый человек возьмется это отрицать, поэтому то, что наши отцы и деды победили в самой страшной, самой тяжелой войне, это наша национальная идея, это наша национальная гордость. Это абсолютно так. Ваша книга генералью Скоблине вызвала резкую критику у некоторых читателей. Цитирую. Автор прямо заявляет, что, мол, у него есть собственный взгляд на историю Скоблина. И он... Подожди, я не дочитала. Но он излагать его не станет, потому что якобы в этом случае книга затянется до бесконечности. Как вы на это ответите? Спасибо за вопрос. Значит, здесь история следующая. Жизнь у генерала Скоблина я занимаюсь с 1992 года. За это время собрано великое множество документов, 90% из которых вообще никогда не публиковались. Для понимания, та книга, которая вышла, «Легенда советской разведки», она получилась очень объемной. Если я начну еще комментировать каждый документ, это просто война и мир отдохнут, рядом стоять не будет. Поэтому там же в книге говорилось о том, что я работаю над второй частью. Трагедия русского генерала. Я собираюсь, собственно говоря, дать свою оценку тем событиям и явлениям, которые были связаны с генералом Скоблиным в сентябре 1937 года. К сожалению, в связи с моей работой на радио, работа над книгой продвигается медленнее, чем не хотелось бы. Но я надеюсь, что рано или поздно все равно книга эта появится. А что касается отзывов читателей, то я могу сказать, что две недели назад мне звонили представители семьи генералов Скоблина из Франции, которые сказали огромное спасибо за то, что я написал правду об их известном родственнике. Так что здесь на вкус и на цвет товарищей нет, что называется. Вот вы сказали, я вот вернусь в Москву. Вот когда вы вернетесь в Москву при случае где-нибудь на радио, хотелось бы услышать такую вещь. Насчет того же Куницына, бывшего, или не состоявшегося представителя президента, его же отсутывают, в принципе. Ну он так... Как и Борошенко, да? Он очень политкорректно сказал, что больше он существовать здесь в таких условиях не смог и предпочел уехать. Гоняли по всему городу. В самый разгар, мало кто это знает, может быть, но кранчане это знают, что в самый разгар Пучча он был комендантом, значит, охраны, ну охранял, да, Майдан этот. И в эти же дни прозвучал указ президента России о награждении его, не помню каким орденом, но орденом. Дружба. Это как-то криво воспринялось, люди, да и черт с ним. Ну мало ли президенту там всяких подсовывают бумаг, а тут, видимо, афганцы, дружба сыграла и так далее. Но это так и не было как-то обнародовано. Хотя были попытки у кого-то, давайте соберем список, да поставим президента перед фактом, что вот такое случилось. Это вот я вам говорю просто на всякий случай. Да, я передам заинтересованным сторонам. Что вы скажете насчет игорной зоны в Крыму? Ведь это не так просто, и когда это может быть, и нужно ли это вообще? Ну, мы тоже говорили. Никто не говорит о том, что это просто, нужно ли это. Я могу только свою точку зрения сказать. Да, я являюсь, в общем, противником игорного бизнеса, я в этом плане человек абсолютно не азартный. Вот, и сам я по казино и игровым клубам не хожу, но я также понимаю, что если это будет сделано грамотно, это позволит привлечь в инфраструктуру Крыма дополнительные инвестиции, что является, в общем, небесполезным занятием. Есть вопросы еще за... Да, Олег, если вы не были... Лешки. Вон девушка еще у тебя. Навахарская Лена, школа журналистики, заметка. Скажите, пожалуйста, как думаете, как скоро в программу новейшей истории включат информацию о возвращении Крыма в Россию? У меня просто как школьница. Я не гарантирую, что это произойдет перед следующим учебным годом, но мне представляется, что, конечно, в какой-то степени это будет модернизировано. Потому что могу рассказать, вот на примере съезда Российского военно-исторического общества, потому что члены Центрального Совета голосовали по ключевым вопросам, по повестке, сильно раньше, чем случились все события в Крыму. Было понятно, что съезд, который произошел 19 апреля, он начнется и закончится и вообще пройдет под знаком Крыма. Вот так и произошло. Поэтому обсуждались в первую очередь крымские вопросы. Мне кажется, что и это произойдет, но тем более, что в свете необходимости президент об этом говорил, создание единого учебника истории. Это вечная головная боль. Ну, надеемся, что все получится. Уже давно пора это сделать, в общем. Алексей Вакуренко, новостной портал «Новоросса». У меня к вам несколько вопросов, если позволите. Да, конечно. Это четыре, как минимум. Но не более. Хорошо. Ну, первый, для разогрева, так сказать. На каком языке вы общались с госпожой Париво, которую недавно в Жириновске окрестил Париво? У нас было сказочное совершенно общение. Я ей задал вопрос, естественно, на русском. А на меня ответил на украинском. Вы поняли? А очень сложно это не понять. А что она вам сказала? Подождите, вот я. Но я бы сформулировал это так, что только законченный мерзавец, подонок и москаль, не понимает всю глубину сияния исторического гения Степана Бандеры над Украиной. Вот так. Многие русские люди, русские в широком смысле этого слова, многим русским людям представляется украинский язык смешным. Так же, как и умозаключение многих историков, вы имели честь рассказать историю. О том, как в Эстонии, находясь в Таллине, вы приобрели несколько книг известного государственного деятеля, мне не здравствующего, дай бог ему здоровья, Марта Лара. И у вас вызвало здоровую улыбку его историографическое отношение, вообще его отношение к истории. Труды каких украинских историков, если, конечно, вы читали, вы наверняка их читали. У вас вызвали такую же улыбку, и что именно? У меня не самая большая библиотека книг, изданных на Украине. У меня всего лишь, к сожалению, около 80 книг про Ауну Пан, изданных в разные годы, в разных областях Украины. Вы знаете, трудно сказать, кто из этих авторов сжигал больше, потому что у всех у них какой-то своеобразный взгляд. Вы знаете, вот люди, опять же, старшего поколения вспомнили, да, появилась малая земля Леонида Ильича, да, и вот это стало таким вот центром Великой Отечественной войны. Так у этих, какой-то там, я не знаю, незначительный бой за деревушку, толстые утюжки, расписанные на 80 страницах, преподносится как значение всемирноисторическое. И вот они все страдают этим, по сути дела. Это вот, может быть, вы не в курсе, просто во Львовской области издается многотомная летопись УПА, там уже, по-моему, 55 томов. В курсе, издается. Недавно читал. Ну, у меня есть несколько томов, особенно мне запомнилось, конечно, повествование про героико-патриотическое все, про евреев в составе УПА, я все ждал, когда же хоть кто-нибудь из этих авторов напишет, что вообще лозунг организации украинских националистов был, что «Украинец, помни, жидова, москали и мадьяры, твои враги», от луго Штепана Бандера. В книге вообще об этом нет ни слова. Просто. Там, представляется, что вот были евреи, еще там, по-моему, есть томик про таджиков или узбеков, надо у Сашки Дюкова спросить, он как маньяк на все прочитал. У меня не на все просто хватает. Ну, то есть у меня есть эти книги, я их пролистываю, когда готовлюсь к программе, сказать, что я вот такой самый внимательный читатель этой литературы, нет. Вы сегодня несколько раз упомянули молодчиков из правого сектора, ну, не только молодчиков, их идеологических наставников. Насколько закономерно для Вас явилось появление, так сказать, на свет этой организации? Правого сектора? Абсолютно закономерно, потому что условное появление парламентской партии «Свобода» не могло не вызвать термидора на правом, на ультрарадикальном правом фланге украинской политики. Он и произошел, потому что эти люди поняли, ага, путь в политику открыта. Поэтому здесь этот момент был прогнозируем, потому что, несмотря на радикализм Мирошниченко, Фариум, Тегнебока и других этих приятных во всех отношениях людей, им на смену придут Сашко Биллы, Дмитрий Яроши и прочие, которые вот уже будут действительно говорить о том, что надо убивать. Ну, в интернете обошли кадры, да, сброшенный в Днепропетровский паренек за Георгиевскую Леночку с моста. Мне сказали, что он умер. Я не знаю, так это или нет. Да, избиение там в Одессе, школьник за Георгиевскую Леночку. Пожалуйста, это все прогнозировалось. Это то, кстати, о чем говорило российское руководство неоднократно. В том числе в европейских парламентских структурах, что ребята, поощряя рост неонацизма на Украине, вы рискуете получить огромную голодную боль. Никто не слушал. Теперь, значит, Кэтрин Эштон ужаснулась, елочки точеные, они не хотят сдавать оружие. Да мы 10 лет назад предупреждали, что этим закончится. Ну, кто в этом виноват? К сожалению, да. Еще теперь надо молиться, чтобы вслед за правым сектором еще что-нибудь не вышло. А то ведь украинская история богата разного рода замечательными батиками-ангелами, атаманами Григорьевыми и всеми прочими, которые будут воевать уже против всех. А это будет пострашнее. Просто у этих людей же этого опыта не было. Это же выходцы из западных областей. У них гражданской войны в том понимании, в каком она была в Малороссии и в Крыму, не было. Они не знают, что это такое. Поэтому они спокойно очень к этому относятся. И напрасно. Опять же, читать надо историю родной страны. Много полезного. И последний вопрос. Каким вам представляется эволюция Майдана? И как сборище ряда лиц одновременно. И как... Вы так выразиться корректно хочу. Вот этой вот квази-гражданской стихии. На территории Украины. Широких народных масс, да, как сказали, по-моему, во времена Советского Союза. Мне представляет, что Майданы дальше будут существовать в таком же стиле, радикализуясь еще больше. Потому что уже понятно, что выборы, если они, конечно, правильные, потому что уже сама Верховная Рада говорит о том, что надо их отменять. Но нет условий, ни предпосылок, ничего для этого. Допускаем гипотетически, что они состоятся. Но этих не признает не только Юго-Восток. Очевидно, что господин Ярош не признает. Тем более, что господин Ярош уже вкусил самый запретный плод, какой только есть у бренного человечества и грешного. Вкусил деньги. Кто захочет просто так отказываться? Будут спонсировать. Ну, Коломойский все это показал, как это делается. Да, 10 тысяч за диверсанта. Ну, я вам могу сказать, что во времена Великой Отечественной войны за советских разведчиков меньше давали. Сильно меньше. Поэтому, к сожалению, будет, да, продолжаться. Это закончится просто плохо. Это закончится полным крафом украинской государственности. И без того сейчас, кстати, очень шаткий. Очень шаткий. А эти люди просто ее приближают. Ни Путин, ни жители Крыма, ни жители Юго-Востока. Политики Майдана, которые это все развязали. Которые не политики. Которые не политики, конечно. Политик бы просчитал последствия. Политик должен просчитывать потенциальные риски. Здесь ничего этого нет. Здесь есть ток заявления. Вчера выступает Турчинов. Да подавиться вашим газом мы обойдемся сами. Сегодня выступает Яценюк. Мы будем с вами судиться за ваш газ. Ну, это что, нам день простоять и ночь переспать с идеей? Ну, а завтра что они скажут? Ну, это что, политика? И так во всем. Это не политика. Политика так не делается. Как говорил герой Дней Турбиных, штабс-капитан Виктор Мышлоевский. Балаган получился. Вот потому и тон балаган. У меня вопрос возник. Можете тогда сформулировать условия для возникновения на Украине реальной нормальной профессиональной политики, нормальных реальных управленцев? Что должно произойти? Какие должны быть условия? Ну, прежде всего, для того, чтобы появились посылки для возникновения политиков, украинская политическая элита должна осознать, что нравится им это или нет, но многие века они находились в составе Российской империи и Советского Союза. Это во-первых. Во-вторых, они не крушить памятники Ленину должны, а ежедневно, взявшись за руки, класть туда цветы, потому что Украину в том виде, в каком она существовала до известных событий, создали Ленин со Сталиным. Наконец, третий момент. Им все-таки надо осознать, что Украина в том виде, в каком она существовала, опять же, до недавних событий, это сплав был очень разных регионов, очень разных идеологий. Вместе они, к сожалению, не могли долго находиться. Это говорили им регулярно с 91-го года. Как только стали педалировать тему Степан Бандера «Наш Квош», тогда российские эксперты говорили, братья, одумайтесь, это катастрофа и безумие, вы приведете страну к краху. Это произошло. Вот когда научатся анализировать собственное прошлое, когда собственное прошлое будет не на уровне сказаний Венского леса господина Вениченко, периода эмиграции, и статей Ярослава Стыцко в великой тиражной прессе, тираж издания «Сто экземпляров», вот тогда будут другие результаты. Пока нет предпосылок для этого, потому что всем все нравится. Гораздо проще, опять же, как у Булгакова, гораздо проще сидеть и петь суровые будни на скале, чем что-то делать. Ну вот они именно этим и занимаются. А кто надо понимать, там серьезный политик не начинается с погромов на Майдане. Это важный момент. А нынешняя политическая элита, судя по всему, берет за Point of Entry именно майдановскую технологию. То есть вы никого бы не выбрали, никого бы хотя бы не отметили из этого спектра украинского политикума, который… Ну я бы отметил, у нас теперь уже не украинский политик. Это кто? Ну так все. Его уже туда нельзя отнести. Ну Чалов, да, тоже уже теперь не украинский политик. Но это вот политика в чистом виде. Вот это политика. Это понимание, как и что должно быть. И действовали строго по тому плану, который они себе составили. У них не было виляния, как у маркетанской лодки. То есть последовательность? Конечно. В последовательности логика. У меня такой вот вопрос к вам. Как вы думаете, не аукнется ли Евросоюзу его одобрение Майдана и вообще революции в Украине тем, что начнутся революции в той же Испании, где… Ну, сравнительно давно. Вы Каталонию имеете в виду, да? Вот, в Италии были волнения тем, что начнется вторая косна народов, по сути. Да нет, это абсолютно разные вещи, понимаете. Там сепаратизм, он исторический у каталонцев. Да, такой же абсолютно у шотландцев. Да, есть недовольство в Неаполе. Это естественная их история. Здесь же нет речи о сепаратизме. Здесь есть речь о том, что события на Украине показали, что берется за точку отчета идеология, которая на небесном военном процессе, аналог ее признан преступный, и начинает делаться государственно образующим. Естественно, людям это не нравится. Поэтому это разные истории. А то, что аукнется Европейскому Союзу, да уже аукнется. Уже никто не знает, что с этим делать. Это же было хорошо, сидя в кресле, рассуждать о чем-то. В Европейском Союзе уже был один такой политик. Версии Евросоюза 1.0. В 1939 году Адольф Алоизович Гитлер, сидя за утренним кофе в рейс-канцелярии, потешался над глупыми русскими, которые замерзли в Финляндии. Вот ему не потешаться надо было, а отправить один сводик солдатиков в Финляндию, попытаться атаковать при температуре в минус 35 градусов, когда у тебя ушки на морозе отваливаются. Попробовать водочку попить, которая замерзает. Попробовать хлебушек, который становится как кость мамы-то. И вот потом уже потешаться над кем-то. Но опять же, да, это же невозможно, потому что люди привыкли в Европе, да, а канонизируют только свой собственный опыт. Там же вот кого не послушаешь, да, все же вокруг были неправы, все глупые. Вот мы умные. Ну вам говорили, ребята, вы не понимаете, что такое сейчас Запад Украины. Не вопрос сделали. Получите. Теперь не знают, что делать с Майданом. Значит, меня больше всего, знаете, в этом поразил вот момент. Год назад, по-моему, был дисквалифицирован стадион во Львове. Как раз вот за это, за самое, да, санкции УЕФА. Вывесили, значит, Бандера. Никаких уроков не излегли в Европейском Союзе. Все, продолжим. Получили в гораздо большем виде. И мне английский коллега, он большой, очень поклонник футбола, он написал, слушай, какой все-таки Варовс, какой же дикий, гадкий народец, а. Даже немцы в оккупацию так не издевались над этим стадионом имени Лобановского. Он просто увидел две фотографии. Одну 41-го года, вторую 2013-го. А когда ему вот до этого говорили, что родной, ты не понимаешь, что такое агрессивный украинский национализм, он говорил, да ладно. Сурковская пропаганда. Теперь нет Сурковской пропаганды, теперь все все видят. Пожалуйста. Кто уничтожает это все в Киеве? Жители Крыма нет, жители Углостока нет, русские диверсанты нет. Как я прочитал про себя в украинской прессе, хорошо подготовленный и патентованный путинский пропагандон госпорян тоже нет. Это что я поехал, отрубил руки, статую князь Владимира вчера нет. Кто это все делает? Вот это проблема европейского государства. Они с одной стороны говорят о том, что ой, под угрозой культурное наследие Европы, ведь Украина же тоже часть Старого Света. С другой стороны, что-то я вот сегодня не увидел, к сожалению, по поводу того, что опять разрушен память. Ну как к этому относиться? Ну все возвращается на культу слоя. И это вернется в гораздо большей степени, чем им представляется. Они просто еще не понимают, что это такое. Как сверхмощное советское МГБ вместе с привлечением армии потратило на это 7 лет. 7 лет на 5 областей. Какие потери были понесены. А эти считают, что они грантик какой-нибудь втянутым на издание 59-го тома летописи УПА и все типа будет хорошо. Наверное, пока все не отвалятся, пока украины не суются до 5 областей. У меня не вопрос, у меня реплика. Вы обратили внимание, как тяжело мы расстаемся с Украиной? Мы полтора часа говорим не о Крыме, не о России, где мы уже месяц живем, а говорим только о Крыме. Когда нас отпустят, вот этот вопрос. Ну, понимаете, мне, например, как человеку, родившемуся и выросшему в Советском Союзе, и который учился еще в школе во времена СССР, и который понимает, что такое вот наша вот эта знаменитая, воспетая, интернациональная дружба, мне тяжело и больно смотреть за тем, что происходит на Украине. Я думаю, что это чувство испытывает любой адекватный человек. Никакой радости, никакого скрытого сарказма или фиги в кармане здесь нельзя испытывать. Это боль и горечь, что богатейшая страна Старого Света, одна из самых богатых. По сути дела, сейчас будет изничтожено, извините, и развалено. Как при немецкой оккупации? Это страшно. А когда отпустят? Я думаю, что никогда. Потому что для большинства здесь присутствующих, это ровно та же история. Вы всегда мечтали быть в составе России, но при этом вы никогда не испытывали ненависти или злобы в Украине. Это, понимаете, это как бы одна семья. Сейчас соединяются русскоязычные, так сказать, регионы. А вот я хотел спросить, а как вы думаете, Югославия, она в будущем снова соединится? Исказать, что их специально разъединили народы, говорящие на одном языке, но которые были специально разъединены по их помощи? Я готов поверить, что можно соединить условно Сербию и Черногорию, но Сербию и Хорватию нельзя. Они, извините, и во времена бывшей союзной Югославии вели себя вместе не очень. Это не Чехия и Словакия. Поэтому, к сожалению, нет, нельзя. Вопрос можно? Вот поговорим вот такой. Вы знаете, что такое операция Висла, которую провели поляки? Вот на форумах они сейчас активно обсуждают, что когда Западная Украина к нам опять вернется, мы проведем эту операцию Висла и будет все спокойно. Это первое. И второе, что меня удивило, на форумах поляки, глядя на Крым стали обсуждать о том, что у них появилась возможность вернуть в Великую Польшу Виленскую область. Вот как вы скажете, повлиял Крым на это или нет? Ну, безусловно. Я же говорю, что это процесс, который лишний раз свидетельствовал о недалиновидности политиков Майдана. Они как не могли понять, что история, она не бывает... Вот это как монеты, две стороны. Они делают какие-то претензии на Крым, а с другой стороны есть Польша. Давайте вспомним, что такое Львов на момент 1939 года. Это, извините, 70% поляков и 30% евреев. Какие там Степан, Бандеры и все прочие. Это выходцы из хуторов и деревень. Все ведущие лидеры АУ. То, что они хотят вернуть не только Виленскую, а и другие, города и хутора там, и деревни времен Второй Речи Посполитой, именно так в то время называлась Польская Республика, да, это правда. Опять же, об этом многократно говорили российские эксперты. Ну, слушай же, никто не хочет. Ну, вот вы, наверное, гораздо больше меня наблюдали по украинским телеканалам высказывания вот этих удивительных людей из партии «Свобода». Ну, вы же понимаете, да, что им не важно что-то обисять, не слушать, а не будут. Ну, кто теперь виноват? Ну, явно не мы с вами. Да, это будет очередная трагедия. Потому что то, как, извините, правый сектор ведет себя в Харькове и в Донецке, вот так же с ними будут вести себя поляки. Они что, думают, к ним придут с букетом роз? Нет. Потому что у поляков еще есть генетическая память на волынскую резню. Это же можно, это, опять же, хорошо сидя в Киеве, на Майдане, конечно, никакой волынской резни не было. Это все придумали азиатские орды комиссаров Путина. Но кого вы этим обманываете? Только себя. Ну, это трагедия, опять же, что политики неграмотные, недриновидные и ведут страну к крафту. В том числе, вот еще одно подтверждение. Вопрос, приближенный к реальности современной. Как вы прокомментируете движение поездов через территорию Украины? Ведь теоретически все хорошо, если вы в курсе, нет. А на практике не очень. Возникают проблемы и нарушения прав пассажиров. Честно говоря, вы знаете, мне как-то не доводилось передвигаться железнодорожным транспортом внутри Украины еще никогда. Поэтому мне сложно судить, как и что происходит. Но я постараюсь восполнить этот пробел в своем кругозоре и поинтересоваться у коллег, что там такое. Просто не готов ответить. И Ваш взгляд на так называемый Голодомор? Так называемый Голодомор сильно политизированный, опять же, по определенному роду украинскими политиками истории. Надо понимать, что Голод тогда был не только на Украине, он был на территории России, он был на территории Казахстана и других регионов. Это была трагедия. Заявлять о том, что Сталинское политбюро в полном составе решило морить Голодом Украину, и этот людобойский план был осуществлен, но это, по крайней мере, странно. Это не исторично, это ложе. Документы, кстати говоря, в России, по-моему, три тома уже сделаны. Голод в СССР. Три вот таких вот фолианта. Можно такой еще вопрос? На мой взгляд, чисто субъективный, Крым связан с историей русской славы своим географическим расположением. Так уж исторически сложилось, что мы всегда практически были и есть приграничной зоной. И поэтому все конфликты, которые происходили у России с Западом, с Европой, неважно, кто это был, они касались Крыма, учитывая наше географическое расположение. На Востоке воевать нескольких, потому что там территория России идет безграничная. А вот с Западом мы практически являемся на передовой, грубо говоря. Вот я хотел бы спросить, в современной истории нам, крымчанам, сейчас, в условиях нынешней геополитики, политики и вот этих вот всех военных движений, сейчас тринатовских корабля было в Черном море, ничего ли нам не угрожает в составе России, того, чего нам, например, не угрожало, возможно, на составе территории России. Спасибо. Нет, ничего такого жителям Крыма, равно как и жителям всех других субъектов Российской Федерации, не угрожает. Разговоры о том, что Россия готовится воевать, я каждый день читаю в латвийских газетах и так далее, не соответствует никакой действительности. Поэтому мирная жизнь и спокойствие. Вот это гарантировано. Если представить на минуту, что Украина в результате действий безответственных и порой абсурдных со стороны так называемых политиков все-таки разрушилась как государство, что будет с обычными людьми этой страны? Ну, на осколках одного государства появятся государства другие. Я думаю, что талантливый, трудолюбивый украинский народ не затеряется в геополитической истории старого цвета. Мне очень хочется в это верить и надеяться на это. Спасибо. Ну, наверное, отдадим диска Алексею Вакуленко в ряд вопросов. Алексей. Спасибо, Арна. Спасибо за встречу. Ждем вас на наших следующих мероприятиях. Спасибо вам. И поздравляем с вас и праздником. Субтитры создавал DimaTorzok Олег Шевцов, комбинатор, который устраивает все вот эти воинские захоронения. Сергей Сирин, человек, который занимается северо-западом. Ирин Александров, который занимался военным виталий. Ну вот я по тому красных комиссаров и общался с племянницей Своим Богом и генерал Майклоскопинансов. Спасибо.